Старая школьная парта, за которой я сейчас сижу, эти циркуль и транспортир являются красноречивым свидетельством того, как за десятки минувших лет изменились технологии в образовании. Сегодня Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования – это крупный центр профессиональной переподготовки педагогов. Он основан в далеком 1939-м, а период его становления пришелся на годы Великой Отечественной войны. Но история профессионального учительского образования на Алтае началась еще раньше, благодаря писателю, публицисту и просветителю Адриану Топорову. Так случилось, что он стоял у истоков системы профессиональной переподготовки учителей. К этому всегда призывал в своих статьях и книгах. И более того, в далеком 1920-м году в селе Тольменко, как я понимаю, неподалеку от Барнаула, он был председателем первых межрайонных учительских курсов. С тех пор многое изменилось. Слушатели Акип Кроа могут посетить цифровой планетарий, 3D-кинотеатр, совершить виртуальные экскурсии по музеям мира, записать видеолекцию в студии и научиться работать с технологиями дополненной реальности. Ежегодно в стенах института проходят переподготовку более 15 тысяч педагогов из разных регионов России. На 2019 год выделено из федерального бюджета более 60 миллионов рублей только на обучение тех учителей, которые приедут к нам в Алтайский край. Поэтому проблема повышения квалификации была актуальна и сто лет назад, когда только советская власть установилась. Она сегодня актуальна, особенно в преддверии нового национального проекта образования. С юбилеем института сотрудников поздравила заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. Она вручила благодарность губернатора, доценту, кафедры естественно-научного образования АКИПКРО Татьяне Блиновой. А исполняющей обязанности ректора Светлане Говорухиной сертификат на 10 миллионов рублей. Средства выделены на ремонт и реконструкцию здания бывшей учительской семинарии по адресу Пролетарская 164. В 50-е там размещался один из кабинетов института. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости.